Всем привет! Это видео о том, как же расширить ассортимент вашего сайта для того, чтобы он хорошо продвигался в поиске. Итак, для того, чтобы сайт хорошо ранжировался и его любили поисковые системы, у него должен быть хороший ассортимент, при этом не обязательно этот сайт должен быть интернет-магазином. Для интернет-магазинов понятно, что ассортимент это сильнейший коммерческий фактор и с маленьким ассортиментом вам очень сложно быть продвинутый интернет-магазин. Но также этот фактор важен и для сайтов-услуг, о чем очень часто забывают и этому нужно уделять внимание. Итак, для продвижения каталога или интернет-магазина вы ищете нового поставщика и расширяете ассортимент. Когда вы продвигаете сайт-услуг, ассортимент здесь также важен, но он важен немного по-другому. То есть понятно, что вы здесь не можете взять поставщика, но первое, что вы можете сделать, если у вас собственный ассортимент недостаточно широк, вы можете найти субподрядчика. Вы берете всю семантику, то есть весь список запросов, который может быть в вашей нише и, ну, например, берете кого-то из конкурентов, либо более больших в вашем регионе, либо в каком-то более крупном регионе, например, если вы там в Казани, то смотрите Москву. Если вы в Москве, смотрите западные страны, берете Нью-Йорк какой-нибудь и смотрите там у конкурирующих компаний, какие, точнее у компаний, которые тем же самым занимаются, какой ассортимент, то есть какие услуги они еще предоставляют, кроме основных. То есть вы находите какие-то дополнительные услуги, которыми вы можете расширить свой ассортимент услуг и добавляете их к себе на сайт и описываете, что вы теперь и это тоже можете делать. Таким образом у вас естественным образом будет расширяться вот такой условно ассортимент того, что вы можете делать и поисковая система это видит и она видит, что вы какая-то более серьезная компания, чем, возможно, вы есть на самом деле. Либо вы специально по какой-то причине весь свой спектр услуг не вывешиваете на сайт и тогда наоборот вы в интернете выглядите более, более мелкой компанией и для поисковика не такой серьезной. И в этом смысле стоит как расширять, как вширь ваши услуги, то есть, например, вы занимаетесь, вы адвокаты для, по уголовным делам и остальным вам, ну, вы тоже занимаетесь, ну, как бы вам этим не очень интересно заниматься. Но при этом для продвижения даже по уголовке вам нужно и по другим историям, и там по ДТП, и по административным нарушениям и так далее, и так далее, и так далее, и там, не знаю, разводы какие-то. Для всего вот этого делать тоже страницы вашего сайта и расширять таким образом ассортимент вширь. Кроме этого нужно расширять ассортимент вглубь. То есть, вы берете, что вы, например, адвокат по уголовным делам, и вы смотрите, то есть, какая еще семантика есть, по каким преступлениям людям нужна защита. И вы делаете дочерние страницы, вот главная ваша страница, адвокат по уголовным делам, и показываете, что мы можем вот по таким делам, по таким, по таким, за такие преступления, за такие, за такие. И таким образом у вас и вширь, и вглубь ассортимент кратно может увеличиться, и для продвижения вашего сайта это очень хорошо. На этом у меня все. Удачи вам в продвижении ваших проектов. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Пока!